всем привет купил себе volkswagen t5 12 года и ошибка по давлению значит выбивает ошибку по давлению типа низкое давление топлива заменил датчик регулятор давления не помогло но скорее все дело в форсунках сейчас я покажу вам как проверить форсунки на обратный слив солярки а потом покажу как это работает сам слив солярки и что это вообще значит смотрите вот форсунки электронные здесь пьезо форсунки но это не имеет значения бывают электромагнитные пьезо это всего лишь управление самой форсункой открытие клапана значит в этих форсунках есть обратка так называемая вот такая шлангочка это обратный слив управляющей солярки это солярка который управляет впрыском и если сюда много солярки вытекает в обратку то значит форсунка неисправна в норме там должно чуть-чуть всего лишь солярки выходить из форсунки в общем сейчас проверим сколько солярки выходит с каждой форсунки и так и определим какая форсунка может быть неисправная может быть все исправны так открутил патрубок чтобы добраться до форсунок в общем а на ходу в аварийный режим выпадает как газу dash начинает дергаться падает выходит в аварийный режим перестает тянуть и ошибка п 0087 высвечивается по диагностике смотрите здесь на форсунках на обратке вот такие вот дурацкие колпачки это двигатель а ц ц а какой-то короче двухлитровый дизель и на тауреге такие же самые колпачки вот на обратке они здесь по-хитрому снимаются нужно их вот так вот пассатижами хоп ну по-разному в каждой машине по-разному снимаются круче вот так вот поднимается колпачок и все можно снять обраточку так ну чтобы не завоздушить систему нужно заткнуть общую братку которая в систему входит вот в общем вот эта трубочка она обратно входит или в фильтр топливный но магистраль обратно сливается лярочка и нужно снять эту шлангу и заглушить чтобы воздух не попал в систему короче вот такую сделал заглушечку подручных средств и вот сразу снимаю и глушу можете так затыкаем обраточку в систему все ну а эта трубочка она через тройник соединена со всеми форсунками там видно не видно вот тройник на 4 форсунки расходятся так теперь можно снять снимаем за колпачок также и поднять ловить такая дурацкая система нужно осторожным быть что пластик этот не поломать вот так это на работает короче вот это задвигается зажим колпачок зажим к будьте внимательны и так вот со всех форсуночек снимаем в разных машинах по разному здесь хоть удобно доступ хоть есть нужно вообще второй рукой придерживать но ничего нормально снимается так есть вообще нужно за вот эти язычки придерживать одной рукой а второй чем-то тянуть но пассатижами как вы видите у меня получается есть четвертая есть он на опыте уже короче снимаю туда-сюда обратно так есть тем есть специальные такие тестеры ну какие-то специальные у меня шприцы обычные 20 кубовые шприцы нормальная система но тоже самое колбочка шприца и кусок шланги резиновый вот ну и одеваем теперь на эту обратку шприц со шлангой все и вот так вот на все четыре форсунки будем смотреть сколько в обратку уходит солярки интересная система это практически во всех дизелях системой прыска common rail такая вот везде где обратка есть вот так вот проверяются форсунки работоспособность самой форсунки и мерседесах фольксвагена практически в любых коммун рейл дизелях коммун рейл это система электронного впрыска так инжектор короче как обычный инжектор автомобильный бензиновый да так вот все так все поодевал шприцы теперь обратно патрубок надува чтобы ошибку нам не выдавала по надуву так есть его шприцы все теперь завожу машину так так мы смотрим вот смотрите видите эти шприцы пустые а вот этот от 4 набирается солярка все вот это вот неисправная форсунка короче ну вот видно смотрите этот шприц вообще пустой этот вообще пустой даже но не дошло там он не пустой шланг очки есть но не дошло вот в одном чуть-чуть соляр очки а один шприц вообще полный вот вот эта форсунка тоже как бы чуть-чуть уже когда-то умрет следующая но вот это вот уже вообще вообще не рабочие вот видно переливает там клапаночек есть форсуночки этот клапан неисправный я вам нарисую покажу как это как там эта система внутри форсунки работает ну все откручиваю форсунку будем отдавать ее в ремонт все короче volkswagen уже кры ножкам приравнялся смотрите вот здесь вот перемычка там какая-то виднеется прикручена форсунка вот кстати вот здесь вот есть отверстие ведь для того чтобы открутить форсунку но чтобы добраться к этой перемычки чтобы достать форсунку достать нужно вот этот мочалку туда вытащить чтобы тащить мочалку нужно трубки открутить чтобы трубки открутить нужно вот здесь вот открутить вот и открутил дроссельную заслонку вытащил провода с проводов снял пластиковую защитку такую она мешала в общем вот так вот форсунка снимается по-идиотски ну ладно продолжаю в общем оттопырил поролон законченный на бок вон видите перемычка на две форсунки держит две форсунки сразу ну попробуем открутить я там понакрывал и любая микро песчинка может убить форсунку но на это все равно в ремонт поэтому все равно сейчас накрою тоже буду пытаться вытягивать посмотрим здесь под двенадцатигранник ну типа мелкий зубчик понадобится наборчик вот такой не знаю на 10 по мере 10 много 8 на 8 двенадцатигранник да на 8 все откручиваем сейчас посмотрим вытащится форсунка или нет бывают случаи что она совсем не вытаскивается надеюсь ухты какие болтики тоненькие смотрите на 6 не и уже что перехотел такую фолькс воен иметь что мне не нравится это все болтик на 6 капец так ладно вынимаем перемычку если вымется да а может быть две форсунки вместе нужно вынимать может они попарно короче счет будем выяснять короче не идет форсунка придется делать обратный молоток вот я вся в сусеках нашел кусочек трубки ну какой-то от mercedes мне нужна вот эта гаечка это гаечка по резьбе как раз на форсунки подходит кусок арматуры десяточки и вот патрон свирильного станка с металлоломом там отверстие сквозное и вот так вот это все соберется будет обратный молоток короче я сейчас это все сварю до кучи и покажу вам что из этого получилось обратный молоток будем делать чтобы выдернуть форсунку короче сделал такую вот дергалку вот с одной стороны гайку приварил смотрите вот ведь но это форсуночная с другой вот обратный молоток и типа вот такой стук стук стукаем и тянем обратный молоток ладно накручиваем на форсуночку будем пробовать ее выдергнуть так ну пробуем легко пошло но похоже придется две форсунки снимать одновременно потому что идет вот эта штука на перекос становится прижимка прижимная планка решили сэкономить сделали одну прижимную планку на две форсунки короче косяк на косяке пил дергать дальше ну вроде идет вроде идет хотя наверно вторую тоже придется вынимать она все равно откручены до придется все равно вторую форсунку выдергивать ладно так короче две сразу вынимая посмотрите эти вытащил две форсунки вот это нормальная ну как она там полу нормальная было вот не получается вытащить одну только по две снимаются вынимают крепления их тайв-то ресурс все вот эта форсунка уезжает она в ремонт вот и номера муж кому интересно короче конченая конструкция смотрите распылитель шайбочка вышла хорошо хоть нормально вытащилась пойдет это прошло три дня приехала форсунка по новой почте вот она распакуем будем устанавливать посмотрим будет лить в обратку или нет ну короче нам ее вроде бы как отремонтировали хотя вроде бы как я за форсунки не ремонтируются но там в душных форсунок запчасти устанавливают о пакетик в пакетике это чё так чё так новая почта прикалывается так форсуночка наша форсуночка блин то запечатывали ладно есть колпачок вот хорошо колпачки это хорошо так есть смотрим ну чистое хорошо почистили носик вроде бы не трогали как сказал сто ковш носики щеткой нельзя чистить по металлу хату можно дюзы повредить так ну ладно все устанавливаем сейчас шприцы обратно накинем да и посмотрим будет в обратку лить или нет в общем собираем вот это вот все в обратной последовательности а потом расскажу как работает форсунка так сразу достаем вторую форсуночку потому как под ней нужно колечко размягчить но это 2 ух ты чистенькая видите вот это медное колечко его нужно снять нагреть и охладить покажу кстати обратил внимание на этом двигателе форсунка проходит через картерных ну то есть через полость крышки головки цилиндров ведь ну в общем здесь плещется масло сальник стоит и форсунка проходит через сальник омывая за маслом и дальше резиночкой уплотняется и становится в колодец как хорошо его видно ведь он колодец вот резиночка сальник в общем хотя бы не закисают форсунки таким образом то есть в этом движке форсунки снимаются хорошо за счет того что проходит через двигатель можно сказать да через масляную ванну вот так вот так снимаем вот одна шайба с одной форсунки вот 2 это форсунка целая но с нее тоже снимаем шайбу потому как повторная установка медь имеет свои свойства короче размягчаться и если ее установить и так по и сжать любая деформация там сжатие или в течение времени она становится твердой но чтобы она стала мягкой нужно ее нагреть и охладить можно резко охладить можно не резко значение не имеет она все равно станет мягче ну в общем сейчас вам покажу на проволочку так одеваем вообще по-нормальному новые шайбы нужно устанавливать но я честно говоря и новая грел потому как неизвестно сколько они хранились они как медь просто лежит то она твердеет а сразу после нагрева и охлаждение становится мягенькой в общем греем на газу горелкой лучше не греть можно расплавить а на обычной газовой плитке греть можно до красна греем и охлаждаем так короче у меня газовая плита заработаем есть ну и вот нагреваем так до красна и охлаждаем ну вот видно шайбы покраснели этого достаточно чтобы долго не ждать просто в стакане с водой охлаждают медь даже при таком охлаждении становится мягкой сейчас покажу короче вот так вот выглядят шайбы они очень мягенькие сейчас и все можно устанавливать протираем форсуночку она в масляной ванне поэтому такая чистенькая хорошенькая короче через масло проходит идея у volkswagen появилась идея как сделать что форсунки не закисали вообще что форсунки не закисали нужно их мазать смазкой для тормозных суппортов тойотовская есть такая красненькая я номер под видео ставлю она температуры не боится не засыхает но volkswagen в данном случае решил пропустить через масло и уже любой кто даже не помазал не будет сталкиваться с проблемой тяжелого доставания форсунки это в реношках рено трафика там вот я форсунку за форсунку машину поднимал рено кэнгу знаете так форсунка настолько закисла в двигателе прикисла здесь маленький зазорчик вот здесь и она настолько закисла что вот здесь вот дергали не могли выдергнуть приваривали гайку и тельфером я поднимал машину и передние колеса отрывались от земли за двигатель за форсунку поднимал машину стучали дергали ничего не помогает короче там гидропрессы нужны или вообще фрезерный станок бывают и такие случаи так ну все вот сейчас еще здесь вот почищу продую надену шайбочку и можно устанавливать дизель это такая штука где все нужно продувать и прочищать очень тщательно трубочки каналы куда форсунка вставляется в общем все по пять раз нужно продуть если маленькая соринка в форсунку заплывет может форсунка за пика заклинить в общем все продуваю прочищаю и прикручиваю форсунки так все форсунки одновременно так вставляются вместе со скобой вставляю это я уже вставлял в масле чуть-чуть колечки смазал герметиком ну чтобы они не повыпадали ничего страшного все можно прикручивать вот болтик конечно диаметр 6 миллиметров мужики каким усилием будем затягивать каким каким как и каким-то усилием я думаю такой болтик нужно просто от руки закручивать он же в алюминии закручивается просто от руки закрутил и все ведь много как не ну зачем такое делать я не понимаю ну ладно как то будет я понимаю конусные форсунки таким болтом это одно но никого интерфер ухо интерту меня покинул в кадре мелькает до кого-нибудь порекламировать топтульчик может какой-нибудь так ладно на 10 каким каким усилием каким каким левой рукой я просто буду затягивать капец я в шоке мне страшно я даже вот сейчас кручу и мне страшно слушайте а там резьбы нету то ладно у то крутил там надо продуть что-то мне не понравилось как она шла нужно еще раз продуть отверстие может затекло смотрим до локры ладно все по продуваю и повторим отверстие солярка было вот поэтому туго шло дубль 2 короче закручиваю сейчас посмотрим от руки от руки короче закручиваю чтобы точно не перетянуть каким усилием закручивать так вот я думаю вот это усилие сам это подходящая подписать это жопа в шоке вот каким каким усилием все хватит короче прикрутил но есть и минус в том что через масляный канал проходит форсунка если пробьет вот эту вот шайбу медную то вверх не пойдет газ а будет прям под крышку в двигатель сапунить будет туда задувать закоксует также форсунку на не заживеет ее закоксует и опять же не вытащишь еще вы знать не будете что прогорела шайба прогорит головка посадочное место под форсункой короче это ну хотели как лучше а получилось как всегда да если герметичное отверстие под форсунку то можно к примеру воды налить или солярки или какой-то жидкости до спирта ну чего попало налить и посмотреть булькает или нет пробивает шайбочку или нет а в данном случае не видно пробивает или нет потому как она будет в полость двигателя пробивать так что это уже тоже я считаю лучше смазать форсунку чем прогорит потом посадочное место под форсункой вот такая вот история в общем все собрал оставил открученными вот эти вот гаечки на форсунках чтобы прокачать чтобы вышла солярка и еще и мусор по выгоняла ну в общем буду надеяться что протечет неизвестно как она работает стартером покрутим посмотрим так вроде бы все провода подключил все пробуем крутить стартером и здесь еще аккумулятор духы еще давай еще пошла солярка ну еще чуть-чуть хорош все сейчас закручу будем заводить так ну все пробуем заводить сейчас посмотрим давай газу подержи так с 1000 или ну тысячи две оборотов подержи вот так нажми и когда заведется газу Заглуши, Денис. Блядь. А не, нормально. Все, не наливаю. Пустые шприцы, видите? Сейчас оно поднимется, конечно. Потихоньку. Еле прокачали форсунку, троило. Ну, нормально. Он, видите, этот начал больше наливать. Третий цилиндр. А четвертый держит. Первый держит. Сейчас тоже потихоньку там, пока шланг наполняется. А теперь второй цилиндр наполняется. А, смотрите, четвертый тоже пошел. То есть, есть. Все-таки эти два цилиндра хуже работают, чем первые два. О, начал и этот заполняться, вот. Короче. Сейчас оно поработает, посмотрим. Какая разница по сливу в обратку. Но все равно он намного лучше. Раз в десять лучше стало, чем было. Все, наверное. Все, глуши, Денис. Итак, теперь смотрим. Смотрите, вот первый цилиндр. Первый цилиндр налил вот столько. Видите? Второй цилиндр вот столько. Вот, третий цилиндр больше всего. Но он и в прошлый раз наливал. А четвертый стал меньше третьего. Хотя, третий был раз в десять меньше, чем четвертый. Ну, в общем, ездить еще будет. Все. Миссия выполнена. А это норма. Слив в обратку, это норма. Ну, вот такая вот доза норма. Это уже немножко перебор. Ну, он еще поездит. Ладно, все. На этом все. Сейчас вам покажу, как работает форсунка, что такое обратка. И как оно вообще. Почему оно сливает в обратку. Сейчас нарисую вам на бумажке. Короче, нарисовал самую упрощенную схему. Common Rail форсунки, да. Это форсунки, которые нагнетаются высоким давлением. Там есть разные варианты. Ну, именно вот современные технологии Common Rail. Это насос высокого давления. Он качает там 500-1000 атмосфер давления солярку. Да, именно под таким давлением он ее закачивает. Смотрите, почему сливает в обратку. Короче, вот предположим, что вот. Ну, как предположим, оно так и есть. Вот. Заходит солярочка. Заходит вот сюда. А здесь у нас типа получается как гидроцилиндр, да. Вот. Дизельное топливо нагнетается вот сюда. Под высоким давлением. Здесь такая иголочка в виде поршня. С поршнем, можно сказать. И солярка пытается ее поднять вверх. Вот. Она сюда вот нагнетается и пытается поднять этот поршень вверх. Но не дает поднять его пружина. Вот здесь вот пружина. И давление сверху. Оно, короче, уравнивается. Давление снизу под поршень и давление сверху над поршнем. И оно не дает подняться вот этой игле. Потому что на иглу давит пружина. То есть нужно пересилить давление пружины. Вот снизу вот здесь вот взять. Надавить так, чтобы пересилило вот это давление пружины. И вот здесь вот откроются отверстия. Вот здесь вот игла поднимется. И отверстия в форсунке откроются. И через эти отверстия солярка пырскнет в цилиндр. Так, пшик-пшик-пшик туда-сюда. Так вот, чтобы давление вот здесь вот смогло поднять поршень, нужно вот здесь вот давление убрать. А чтобы убрать вот здесь вот давление, существует вот такой вот клапан. Ну, это как шарик и типа клапан. И вот сюда вот солярка может уйти. Вот здесь вот электромагнит. И к электромагниту идёт два провода. Ну, там плюс и минус, да, грубо говоря. И когда вот здесь вот появляется магнитное поле, вот эта пластина тоже преодолевает усилие пружины. И примагничивается вот это к электромагниту. Вот здесь обычная пластинка с иголочкой такой, да, которая давит на шарик. Она примагничивается к вот этому электромагниту. И вот здесь вот открывается проток. Вот. И солярка из верхней полости устремляется через вот это отверстие, через проток, через шарик. И вот здесь вот в обратку. короче, это обратка вот. Обратка. В обратку утекает. Это, значит, получается управляющая солярочка. А вот здесь вот маленькое такое отверстие на подачу. Да, оно просто для уравнивания давления. То есть вот вниз на впрыск в цилиндр уходит вот этот типа цилиндр у нас. Так, вот так нарисую цилиндр. И вот здесь вот всё горит. Значит, во впрыск идёт отверстие больше. А здесь такая маленькая дюза. Ну, оно типа уравнивает давление, чтобы поршень не мог подняться. И вот здесь, когда шарик открывается, солярка не успевает через это маленькое отверстие проходить. А больше утекает в обратку. Вот сюда хоп. И оно в обратку. Обратно в топливный фильтр. И возвращается в систему через топливный насос. Обратно возвращается. И вот так замкнутый цикл. Напряжение подалось. Электроклапан открылся. Здесь, значит, упало давление. А здесь повысилось. И когда здесь повышается давление, вот здесь вот поршень давит вверх. Вот этот вот поршень. Как поршень можно воспринимать? Поршень давит вверх. Он тянет за собой иглу. Открывается отверстие в форсунке. И происходит впрыск. Так вот. Когда вот это вот отверстие изнашивается. Я не знаю, что там происходит с этим отверстием. Вот здесь шарик изнашивается. Какие-то проблемы происходят. И солярочка начинает уходить вот сюда. Беспрепятственно. И мы наблюдаем, как в шприце набирается солярка. Она просто давит и сюда, и сюда. Короче, одновременно давит. Ну, а вот здесь вот она уходит. И начинает сочиться солярка через форсунку. Начинает пролетать. И даже не в момент впрыска. А может она литься просто. Постоянно вливаться в цилиндр. И вот здесь вот горит. Все, короче, поршень аж плавится. Я вам сейчас покажу, как плавится поршень. Вот, смотрите. Вот поршня. Это вот Mercedes Vito. И вот так вот плавится поршень. Смотрите. Вон он расплавился. Аж кольца выплавились. Вот это вот. Если форсунка переливает. Если не справен клапан. Так что ошибка может быть не только по давлению. А дальше. А даже расплавляться могут быть поршня. Поршня. Ну, это такая самая простенькая схема. Пьезоэлемент работает по такому же принципу. Тоже открывает шарик на сброс в обратку. Ну, только там в пьезофорсунках немножко другой принцип. Там пьезоэлемент стоит в другом месте. Но принцип все тот же. Все тот же. Гидравлическое давление с двух сторон. Сверху поршня и снизу поршня. Также может изнашиваться вот здесь вот сама иголочка. И солярочка может уходить вот здесь. Вот уходить мимо иголочки. Ну, она вот сюда. Короче. Вы понимаете, в чем какая суть работы дизельной форсунки. Надеюсь, вот эта вот схема самая понятная. Ну, как рисуют там многие. Но вот это вот понятно. Принцип гидроцилиндра с давлением с двух сторон. Здесь давление сбросили. И здесь давление смогло поднять поршень. Который открыл впрыск в цилиндр. Вот такой вот принцип работы форсунки. А через обратку мы видим, сколько управляющей солярки уходит в обратку. То есть, если вот здесь вот клапан плохо держит, то управляющая солярка очень быстро уходит в обратку. Ну, надеюсь, понятно. Надеюсь, видео было для вас интересным. Ну, а по этому Volkswagen там еще одна ошибка какая-то осталась. Короче, солярка не уходит, но наоборот еще не развивает. Будем искать дальше. Будем думать что-то. Ну, я потом расскажу вам, в чем была причина. Я думаю, мы найдем, в чем причина, почему еще продолжается ошибка. Машина дергается. Ну, в общем, разберемся, расскажу. Ладно, на этом все. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok